Суд в Москве отказался освободить арестованного по подозрению в мошенничестве экс-министра ДНР Александра Тимофеева Ташкента. Следственный комитет считает, что он может помешать расследованию, так как имеет личные связи в государственных и правоохранительных органах. О том, что Мосгорсуд отказался освободить из СИЗО бывшего министра доходов и сборов Донецкой Народной Республики Александра Тимофеева Ташкента, сообщает коммерсант. В России его обвиняют в покушении на мошенничество в особо крупном размере, статья 30 ИЧ, 4 статьи 159 УК. Защита Тимофеева обжаловала решение Пресненского суда, который продлил ему срок пребывания под арестом. Адвокаты указали, что экс-министр не может ни на кого оказать давление и не собирается скрываться от следствия, в том числе потому, что Украина объявила его в международный розыск. Они также заявили, что обвинения в адрес их подзащитного не обоснованы и ничем не подтверждены. Тимофеев ранее не привлекался к уголовной ответственности в России, не реализовывал имущество на территории страны и не имеет дохода за границей, также отметила сторона защиты. Однако апелляционная инстанция прислушалась к доводам Следственного комитета. Представители ведомства заподозрили, что в случае освобождения Тимофеев может помешать расследованию, поскольку имеет личные связи в государственных и правоохранительных органах. Как заявили в Мосгорсуде, мера пресечения экс-министру ДНР прежде всего избрана в целях недопущения с его стороны какого-либо воспрепятствования производству по делу. Как сообщала газета, дело в отношении Ташкента было заведено в апреле 2021 года. По нему также проходит бизнесмен Игорь Сосновский, бывший советник, экс-премьера Украины Николая Азарова. Следствие считает, что Тимофеев и Сосновский обещали освободить от уголовной ответственности бывшего гендиректора Рейл Трансхолдинга РТХ Сергея Шпака. Шпак объявлен в международный розыск. В 2019 году его заочно арестовали, обвинив участие в хищении у компании «Веб Лизинг». Входит в группу «Веб». Около 1,8 миллиарда рублей сейчас он находится за границей. По данным СК, с лета 2020 года Тимофеев и Сосновский несколько раз связывались со Шпаком и обещали решить проблемы бизнесмена. Обвиняемые предлагали за 500 тысяч долларов организовать отправку письма от имени директора ФСБ Александра Бортникова к министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву, после которого расследование дела бизнесмена было бы передано от МВД к спецслужбе. Затем еще за 4,5 миллиона они обещали добиться прекращения уголовного преследования Шпака. Сосновский был задержан в апреле в Москве. После того, как получил от представителя Шпака помеченный спецраствором 15 тысяч долларов и муляж 485 тысяч долларов, экс-советника украинского чиновника арестовали. Он признал вину и назвал Тимофеева своим сообщником. Тимофеев занимал пост министра сборов и доходов ДНР в 2014-2018 годах. С апреля 2016 по сентябрь 2018 он был исполняющим обязанности заместителя председателя Совета министров. В сентябре 2017 на Тимофеева было совершено покушение в Донецке, его машину подорвали. Тимофеев был доставлен в критическом состоянии в больницу, но остался жив. Он назвал покушение на себя терактом и обвинил в нем Киев. В августе 2018 Тимофеев получил ранение при взрыве, в результате которого погиб глава ДНР Александр Захарченко. После этого Тимофеева освободили от всех должностей в республике и он переехал в Ростов-на-Дону. Продолжение следует...